Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовки. Сегодня мы с вами посмотрим на гостей премии SFDA 2023. Эту премию называют Оскаром мира моды. Прежде всего, я напоминаю вам про свои социальные сети, напоминаю вам про свой телеграм и ВК, которые называются Историк Мод. Подписывайтесь, ссылка будет в прикрепленном комментарии. С кого нужно начать? Конечно же, с Деми Мур. Давайте посмотрим на то, в чем пришла эта потрясающая, вечно молодая актриса. Ну, конечно, здесь мы можем увидеть один из главных трендов этого года. Это разные пайетки, разные блестки, мелкие, крупные, порой переходящие в какую-то огромную рыбью чешую. Все это можно увидеть у нее на платье. Кто же придумал это платье? Придумал дизайнер бренда Carolina Herrera. Это коллекция 2024 года. Коллекция Весна Прета Порте. Ну, что я могу сказать? Вообще, когда дамы открывают руки, у многих возникают вопросы. Есть какое-то процентное соотношение тех людей, которые хотят сразу же воспрепятствовать этому и просят, чтобы руки закрыли. Ну, вы знаете, тут две вообще точки зрения. С одной стороны, есть Анна Винтур, и вы видите, что иногда она открывает руки. Да практически всегда, и она не стесняется этого. Есть Деми Мур, которые открывают руки, а есть люди, которые наоборот закрывают руки. Тут, понимаете ли, все индивидуально. Если человек чувствует себя уверенно в этом, то у вас никогда не возникнет желания ему на что-то намекнуть. На дряблую кожу, на обвисшую кожу, может быть, на какие-то пигментные пятна. Вообще, это все так не важно. Абсолютно не важно, на мой взгляд. Если человек держит себя в хорошей физической форме и чувствует себя комфортно, почему бы и нет? Ну, я считаю, что немного переборщили с блестками на груди, потому что они прям такие цветы там выложили из этих блесток. И из-за этого как-то даже складывается лишний объем, абсолютно ненужный. Ой, Гминет Пелтру. Высокая или Деми Мур такая небольшая. Да, а вот и, кстати, креативный директор бренда Каролина Эрера. Нет, просто сама, наверное, Деми Мур небольшая. Ну, давайте с вами посмотрим вблизи. Вот так это выглядит. Очень хорошо выглядит, конечно. Потрясающе. И, кстати, платье на самом деле-то красивое. Чего ж тут греха таить? Она как дискобол отражает все от себя. Правда, на показе, вообще в оригинальной идее дизайнера, все-таки присутствовали аксессуары. Еще одна вечно молодая актриса Энны Хэтуэй. Все это Ральф Лорен. И топ, и юбка этого бренда. Ну, давайте рассмотрим. Такая, знаете ли, с одной стороны кажется, что это техника тай-дай. На самом деле нет. Тут очень красивый, очень красивый принт на этой ткани. Если вы присмотритесь, то поймите, что это не тай-дай. Тай-дай – это техника, когда берут ткань, скручивают ее и варят ее в красителе. А когда разворачивают, то получаются абсолютно необычные разводы. Но нет, это на самом деле не так. Это красивая, яркая ткань. Мне не очень нравится этот образ. Он какой-то немножко провинциальный и очень странный. Хотя топ очень красивый. Рисунок не нарушен. Эти пуговицы, обтяжные пуговицы из той же самой ткани добавляют шика. Если мы посмотрим на показ, то, конечно, на показе было немного по-другому. На Энхэтуэ мы не видим оголеного тела. А вот на показе оно как раз-таки и присутствовало. Стоит такой топ 1790 долларов. А юбка, юбка невероятной красоты, стоит дороже 2790 долларов. Ой, были ли оголенные наряды? Были. Амелия Хэмлин, телеведущая. И платье Алла Я. Кстати, очень интересно. Если вы думали, что знаете, как выглядит завышенная посадка трусов, то я смею вас разочаровать. Вот так выглядит завышенная посадка трусов прямо по ребра. Ну, что я могу сказать? Красиво. Вот видите, даже мы некоторые фотографии просто будем блюрить, потому что там, в принципе, видна грудь. А мы хотим, чтобы все-таки это видео не было заблокировано. Поэтому мы вынуждены все-таки поставить ограничения. Но самое неловкое и неудобное в таких комбинезонах, знаете что? Это пот. Да, люди потеют, это нормально. Поэтому нужно продумывать моменты. Видите, вот на этой фотографии вполне очевидно, что она вся вспотела. Коллекция весна 24 года, пред-а-порте. Вот на показе, вот на ней они взяли тот-то лук. Обратите внимание, что точно такие же на ней браслеты. И точно такая же обувь. Обувь бренда Алоя. Ну, вот если бы не пот, было бы очень даже и неплохо. Ким Кардашьян. Я не перестаю, конечно, говорить о том, что Ким Кардашьян портит многие наряды вообще своим внешним видом. Ким Кардашьян во многих нарядах пошлое. С чем это связано? Не с ее фигурами. Это связано вообще с тем, что витает вокруг Ким Кардашьян. Понимаете, пошлость, она ведь, ее невозможно отбелить. Ее невозможно вывести абсолютно. Это на самом деле большая беда. То есть, если вы пошлый, вы всегда будете пошлым. И у нас есть на эстраде пошлые люди. И что бы они ни надевали, они выглядят пошло. Можно надеть платье за миллион долларов. Но если человек пошлый, то он им останется в этом платье. Очень красивое платье. Хром Хартс. На платье кресты. Да, вот так это выглядит. Но если мы развернем платье, то увидим те самые формы Ким Кардашьян, которые, в принципе, и сделали ей карьеру. Карьеру чего? Карьеру дивы социальных сетей. Ну, хотя дива все-таки больше применять нужно к миру оперы, нежели чем Ким Кардашьян. Платье красиво. Различные кресты, различные формы. Ну, другого не ждите от этого бренда. Что касается обуви, то посмотрите на этот огромный просто каблук. Невероятно высокий. Обувь за 60 евро. Да, действительно, эта обувь очень недорогая. Ну, и все размеры тут можно найти. Еще один пошлый образ. Это Лала Энтони. Американская телеведущая. Что же за бренд? Это бренд Сент Синтра. Кастомизированный образ с этим палантином, который на одних фотографиях выглядит как мантон, на других выглядит как какой-то шарф, палантин, накидка. Ну, на самом деле, контрастные колготки уже были в этом году. И у скиапарели мы тоже это заприметили на показе. Ну, самое интересное, что, конечно, все это пошло, пошло, пошло. И это грудь, которая вываливается просто из лифа. Ее можно было по-другому оформить. Почему многие считают, что нужно обязательно вот делать грудь максимально большую? Ну, сделайте это красиво. Почему-то нужно делать вот так. Это все опошло абсолютно. И вот на этой фотографии, не знаю, выглядит, как какая-то провинциальная реклама. Хотя вот колье Pasquale Bruni и серьги Pasquale Bruni очень дорогие. Вот, например, колье стоит 75 700 евро. Тут оникс, бриллианты. Это, правда, красиво. Вообще коллекция невероятной красоты. Два браслета с этими цветами, с черным, с белым. Ну, и, конечно, хочу вам показать, кроме этого браслета, еще и серьги за 2300 евро. Вот такие вот серьги с цветочком. У бренда Van Cleef Arpels есть коллекция Algambra. И там 4 лепестка. А здесь, видите ли, 5. Тоже своего рода, не скажу, что плагиатно очень похоже. Понимаете, все привыкли уже к Van Cleef Arpels. Сирена Уильямс в пайетке. Ее трудно одеть. У нее трудная фигура. Сложная. Непропорциональная. Ну, вот видите, Том Браун решил исправить ситуацию. Ну, в принципе, мне кажется, что платье не доработано, потому что, ну, все равно это смотрится неэстетично. Можно одеть абсолютно любую девушку. Вот, кстати, видите, что в косе у нее характерная лента из трех цветов бренда Том Браун. И со спины выглядит очень хорошо. Даже вот на этой фотографии, где она приветствует кого-то в свете вечерних фонарей, очень даже хорошо. Здесь уже похуже. Да, ну, согласитесь, когда она стоит в анфасе, то это, конечно, не очень ее красит. Это колье Дэвид Йорман, Камила Мендес, американская актриса и платье коуч. Ну, слушайте, вот, когда хотите оголить, пожалуйста, пожалуйста, кожаные трусы, кожаный бюстгальтер, а сверху бабушкина красивая шаль, которая повидала виды и 10 лет пролежала где-то на даче. Это правда стильно, это правда интересно. Нравится ли вам это или не нравится, напишите в комментариях. Ну, и вообще считаю, что можно по-разному выбирать голые платья. Вот это правда красиво, и на показе это выглядело хорошо. Кожаное нижнее белье в обмотке старой салфеткой почему-то, на мой взгляд, не выглядит ужасно. Ну, и серьги за 389 евро. Такие маленькие, тоненькие серьги. Красные цвета тоже присутствовали. Присутствовали это Шей Митчелл и платье Эрве Леже. Правда, красиво платье, которое отражает эстетику, ну, такой, знаете, скрытой сексуальности. Этот потрясающий оттенок, такой алый, который совпадает с ее обувью. Ну, и, конечно же, сам крой с одной перчаткой. Такая асимметрия на одну сторону. Причем, если мы с вами посмотрим с разных сторон, то увидим, что перчатка как бы втачена уже в сам крой платья. Это правда стильно, это правда хорошо, но это выигрышно. Но красное платье, это платье на один раз. Его несколько раз надевать нельзя. С чем же стилизовали его в бренде, а эту весеннюю коллекцию 2024 года стилизовали вот с такой обувью. И вообще там наличие голых ног не подразумевалось. Но мода все-таки должна вдохновлять людей своими показами. Когда вы видите странный показ, это не значит, что вы все должны надевать и носить. Вы просто разделяете и потом сочетаете так, как вам нужно. Черный цвет всегда смотрится хорошо. Карли Клосс и платье Том Браун. Многие выбирают наряды Тома Брауна. Он действительно делает красивые вещи. Он действительно хорошо разбирается в истории моды. Или ему помогают. О чем я говорил уже неоднократно. Ну и человек, думающий, сразу же все поймет. Его консультирует Эндрю Болтон. Я в этом уверен. Вообще, в любом случае, это один из, наверное, самых известных американских дизайнеров. Он делает красивую, удобную обувь, одежду. Поэтому многие выбирают его образы. Ну давайте с вами посмотрим на то, как это выглядело в рамках рекламной кампании. Там еще была сумка с овечками. Он делает различных животных в качестве аксессуаров, выбирая их форму, как прототипы для сумок. Ну и, кстати, хочу вам показать сумку, которая была как раз-таки на Карли Клосс. Карли Клосс выбрала сумку Том Браун за 2190 фунтов стерлингов. Серьги. Серьги дорогие. 10700 долларов. Здесь, кстати, не так много бриллиантов. Чуть больше полутора каратов. Сама серьга интересная. Необычный дизайн. Ну и давайте посмотрим на вот этот потрясающий наряд Ванессы Хаджинс. Кто же здесь? Это платье Вера Вонга. Кастомизированный наряд. Правда, красивый наряд. Ну что мы можем здесь увидеть? В первую очередь я вижу красивый, потрясающий крой. Вера Вонг много лет создает красивые платья. И никто не может с ней сравниться в этом. Вот что значит умение ателье. Посмотрите на эти крупные массивные кожаные перчатки. И, конечно, посмотрите на крой. Крой напоминает нам бальные платья 50-х годов 19 века. Скорее всего, там нет никакой конструкции типа кринолина. Иначе мы бы видели бы это. И она не смогла бы так показать ногу. Но зато мы видим с вами, что ткань, она сама по себе пластичная. Она архитектурная. И там, может быть, есть нижние юбки, которые и создают этот объем. С какой бы стороны мы с вами не посмотрели на этот наряд, он действительно выглядит хорошо. Ну и самое главное, посмотрите, что здесь тоже есть достаточно пышная грудь. Но они не пытаются ее сделать еще больше, надев маленький лиф. А это Джордан Росс, американский театральный продюсер, который часто появляется в таких вот странных нарядах. Это все Том Браун, кутюрная коллекция 2023 года. Правда, красиво. На голове у него что-то там свое. Какие-то куделечки, обувь, юбка и жакет. Сверху еще и плащ. Вот сегодня возникает много споров. Вообще, нужно ли мужчинам носить женскую одежду? Можно ли мужчинам ходить в юбках? Есть люди, которые говорят, нет, нельзя. Но, с другой стороны, есть килт. В комментариях напишите, как вы считаете, нужно ли и можно ли мужчинам ходить в юбках? Просто хочу посмотреть ваше мнение на этот счет. Ну вот так вот он выглядит. Иногда это действительно выглядит хорошо. Иногда не очень. Кстати, очень интересная ручка у этой сумки с якорем. На показе это выглядело вот так. В принципе, они взяли практически тотал лук, кроме таксы. Такса не попала на ИСЕВДИЕ. Нина Добрев, канадская актриса. И платье Оскара де Лоренто. Ну вот, опять-таки, пайетка. Пайетка хорошая, но все-таки что-то там не очень красиво на уровне бедра, на уровне разреза. Что-то там пайетка как-то так по-другому выглядит. И такое ощущение, будто бы там ее просто-напросто нет. Ну и вообще, если присмотреться, вот, например, сбоку, то можно увидеть такие абсолютно редкие, редкие, редкие блестки. Складывается ощущение, будто бы она где-то растеряла их, пока шла. Ну вот, внутренняя сторона платья выглядит вот так. Это, кстати, говорит о том, что у платья нет подкладки. А когда нет подкладки, ну все равно, вот эта ткань, она не очень приятна. У меня есть брюки из такой ткани и вообще-то целиком костюм. Иногда колется. Ну, неприятно изнутри, потому что все равно пайетку уже нашивают, и там есть маленькие такие ниточки. В любом случае, мне кажется, что выше подкладка как раз-таки есть. Вот внизу ее нет для того, чтобы она струящимися такими волнами плавно растекалась по ее ногам. Ну и что мы здесь еще можем увидеть? Туфли Джузеппе Занотти. Стоимость таких туфель 895 долларов. Я предлагаю вам посмотреть на это платье отдельно от нее и на модели. Но это правда шедевры. Я сомневаюсь, что они нашивали это вручную. Ну и скорее всего, они просто использовали такую ткань. 11 990 долларов стоит это платье. Вы представляете? Это действительно красиво. Это действительно стильно. Это действительно эффектно. И мне нравится эта обувь. Обувь с ремешком. Хотя вот, если мы с вами посмотрим, и может быть даже на нее не обращаем внимания при первом взгляде, потому что все сразу же концентрируется на платье. На этом невероятно красивом платье. Ужасный наряд. Ленни Клум. Американская модель. Дочь Хайди Клум. Платье Хелиси. Весна 2024 года. Что с платьем, я не понимаю. Платье уползло вниз. Очень некрасиво шит лиф. Юбка вообще ужасная. Что такое крой? Дизайнер не знает. Такое ощущение, что просто взяли старый советский пюстгальтер и так приложили. И сказали, ходи, деточка, мы тебе сейчас на двойной скотч его к груди прикрепим. Я не понимаю. Это правда ужасно. Это не сидит ни по фигуре. И даже если мы говорим про деконструктивизм и про какую-то другую телесность, которая была у Рэй Кабакуба, у других дизайнеров того периода, то это вообще другой ракурс. Это жуткое платье. И я думаю, что дизайнер должен встать на колени и попросить прощения у кого? У природы матушки. За то, что использовал ткань абсолютно не по назначению. Это правда плохо. Единственное, что здесь хорошо, это серьги за 3000 долларов. Вот такие вот серьги с зеленым аметистом. Суммарным весом 24 карата. Нет, ну как так можно? Оно и на модели выглядит плохо. Все мятое, сжеванное. Не нужно было делать такие большие чашки лифа. Ну это правда, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. А вот мы не знаем, что и это такое. Валентина Феррер, аргентинская модель и актриса платье Моно. Надо на него посмотреть. Платье с бантами. Если бы убрать эти банты, было бы гораздо лучше, на мой взгляд. Можно было бы и без них. Потому что платье красивая фигура у него, потрясающая. Но бантики портят все. Я называю такое платье, тесто из-под варенников. Когда вы так вырезаете стаканом, потом остаются дырки. Она очень хороша. И платье красивое. Но бантики, на мой взгляд, были абсолютно лишними. И на модели это видно. И это правда некрасиво. Стоит 1000 фунтов стерлингов. Хлоя Севинье. Американская актриса и модель. Ужасное платье. Кристофер Джон Роджерс. Оно и не идет ни по размеру, ни по цвету, ни по фасону. Дело не в эйджизме. А дело в том, что платье некрасивое. Когда я рассматриваю платье и говорю некрасиво, это не значит, что я готов и могу кого-то оскорбить за внешность, за возраст, за фигуру. Нет, вопрос к платьям. И действительно, платье выглядит плохо. Оно плохо скроено. Ужасно скроено. Не должно быть так. Тем более у таких брендов. Это, конечно, потрясающие украшения. И я вам сейчас их покажу. Браслет Бушерон стоит 19,5 тысяч долларов с ониксом и бриллиантами. Очень красивый браслет. Еще один браслет за 29,5 тысяч долларов. Трехрядный браслет, состоящий из центральной линии оникса, так называемой французской огранки. Ну и, конечно же, бриллиантов. Отдельно и на руке это выглядит вот так. Ну и внутри вы можете увидеть, как огранены ониксы. Ну, слушайте, красиво. Хотя немножко грубовато, согласитесь. За 29 тысяч долларов можно было бы что-нибудь поизящнее сделать. И серьги Тиффани. Вот это самое красивое, что мы могли сегодня видеть из всех серьег, которые я вам показывал. Никки Хилтон и платье Алис энд Олива, плюс Олива. Ну, слушайте, красивое платье. Они, конечно, похожи с сестрой. И вот этот пример красного платья, которое правда стильное, которое правда подчеркивает фигуру, которое правда выглядит непошло. Покрою оно действительно хорошо. И особенно это видно на лифе. Ну и, конечно, покажу вам еще и клач. Джудит Лайбех. Это клач стоимостью 5995 долларов. Мы с вами его рассмотрим с разных сторон. И даже откроем его. Вот такой вот галстук бабочка. А это совите и платье Культ Гайя. Ну, вот такое платье с африканскими мотивами. Однозначно тут уж чего ходить далеко. Это платье, которое наверняка было сплетено специально для нее, потому что оно идеально сидит по форме. Мне нравятся африканские мотивы, платье на конструкции. И вот как раз-таки вот здесь вы можете увидеть, что там такая металлическая конструкция, которая поддерживает его и создает правильный фасон. Что касается серег, то это, конечно же, винтажные серьги за 47 тысяч долларов. Серьги с невероятными бриллиантами. Очень красиво выглядят. Это бриллианты огранки маркиза. Вместе с этим хочу показать вам и браслет Булгари. Стоимостью 120 тысяч долларов. Там тоже есть маркиза. Вот так это выглядит на руке. Ну и в завершении давайте посмотрим с вами на колье. Это винтажное колье. 35 тысяч долларов. Крупный аквамарин огранки бриолет. Боже мой, что это за зимняя изморозь на окне. А это Мэри Джей Блайдж, американская певица. Платье Кристиан Сириано. Да, Кристиан Сириано любит одевать пышных, темнокожих женщин. У него это получается. И он умеет это делать. Он знает, как обойти все проблемные моменты. При этом платье подчеркивает фигуру. Я так понимаю, что у нее там специальное белье, которое и создает ей правильные пропорции. А так и нужно. Не нужно бояться коррекционного белья, когда вам хочется надеть и в короткое время исправить свою фигуру. Как-то ее даже улучшить. Серьги стоимостью 396 тысяч дирхамов. Ну, это действительно красиво. Здесь вы можете увидеть белое золото. Бриллианты огранки маркиза 10 каратов. Бриллианты круглой огранки. Это 7 каратов. Маркиз 62 штуки. А круглых бриллиантов 70 штук. Аеша Кари. Ужасное платье. Платье Дио Тима. Весна 2024 года. Прето Порте. Не знаю, куда в таком можно пойти, но это просто какой-то кружок рукоделия при каком-то ДК. Так нельзя появляться. Ну, посмотрите на рекламную кампанию этой потрясающей вещицы. Какой бы у нее не был сториотеллинг, она все-таки лишена красоты. Как, в принципе, и вот это платье Зиве. Платье Лоеве. Куда все поползло? Почему грудь уползла? Почему грудь так выглядит? Я не понимаю. Ну, вот, кстати, вот на видео тоже очевидно. Такое ощущение, что платье ей, ну, как сказать, на уровне груди великовато. Одной жмет, другой не достает. Вот как она вот так крутится и вся грудь видна? Ну, если вы считаете это нормально, я так не считаю. Вот видите, как на модели было. Скорее всего, они там приклеили двусторонним скотчем. Это вполне распространенное явление. Боже мой, подумал, Настя Волочкова. Нет, это Тиналон. Платье Прабол Гурунг. Визна 2024 года. Хорошее платье. Красиво. Вот, в принципе, и сам дизайнер. Он очень светский. Любит тусоваться. Я хочу сказать, что это платье такое архитектурное. Платье странное. Но видно, что потрачено много времени для того, чтобы его создать. Правда, они немного его изменили. Сделали бедро чуть шире. Потому что мне кажется, что на показе эта баска, которая сверху надевается, была чуть уже. Квинта Брансон и платье Таня Тейлор. Максимально простое платье абажур. Но вот вы видите, что изначально там был топ и юбка. Они, видимо, решили либо юбку поднять так высоко, либо просто-напросто сшить таким образом, чтобы не было видно оголенного тела. Серьги за 98 долларов. Очень даже элегантно. Скорее всего, культивированный жемчуг. На этом образе я заканчиваю свой обзор из FDA 2023. Напоминаю вам, что в моем ВК, Историк Мод, очень много дополнительных видео и роликов об ювелирных украшениях, о дизайнерах, о моделях. Подписывайтесь. Так же, как и на мой Телеграмм, Историк Мод. Нажимайте на колокол. Рассказывайте об этом канале вашим знакомым, потому что здесь говорят о культуре моды. «Модельная мастерская 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 мастерская